Субтитры делал DimaTorzok Я всей душой обожаю хрущевки, потому что мы в такой жили, у меня сразу всплывает ностальгия И я думаю, что многие сейчас должны поставить лайк, потому что тоже живут в хрущевке И все, что люди в них придумывают, всегда интересно смотреть Поэтому, Лен, привет! Привет, привет! Спасибо за приглашение Очень приятно, что вы пришли ко мне в гости И мы прям с удовольствием заглянем к тебе, тем более, что получилось нетривиально А это всегда интересно Я предлагаю начать с кухни, как обычно И сразу у меня вопрос Площадь, высота потолков? Площадь хрущевки стандартная была 42 квадрата В принципе, это двушка Раздельные были комнаты Высота потолков 2,60 Тоже стандартно За счет натяжного потолка там уменьшилось на 5 сантиметров То есть 255 сейчас, наверное, где-то есть Живу здесь я одна Я делаю ее под себя Под то, как я хотела Еще у меня маленькая собачка И кот Вот мы живем здесь втроем Супер! И знаешь, сразу Не ходя далеко Давай поговорим про кухню Она маленькая И ее всегда сложно сделать Да? То есть, с одной стороны, удобно Не вставая со стула Открыть дверь холодильника Но с другой стороны Попробую уместить все современные гаджеты Кухня была здесь маленькая Где-то 5,5-6 квадратов Я сделала перепланировку небольшую Совместила кухню с гостиной И у меня получилась такая вот кухня Когда я заезжала в эту квартиру Я немножко не рассчитала бюджет Поэтому я заезжала И у меня кухни вообще не было Мне не на чем было готовить Поэтому я пыталась найти недорогую кухню Для того, чтобы быстрее ее как-то установить Поставить Поэтому я купила кухню из Икеи Она получилась не очень дорогой Но, в принципе, такой вместительной И очень удобной По функционалу, по наполнению Давай заглянем, посмотрим Именно что по хранению И у меня знаешь, какой вопрос В связи с этим же Ты готовишь? Вот я вижу, у тебя мультиварка стоит Если честно, я не очень люблю готовить И вообще, я готовлю мало Я в основном покупаю что-то готовое Мультиварка стоит просто потому, что Это самое такое, знаешь, удобное Простое и быстрое, где можно приготовить Поэтому каких-то приспособлений для готовки У меня не так много Кухня сделана у меня такой буквой П Вот, на одной стене висят шкафы На вторую стену я шкафы вешать не стала Для того, чтобы пространство оставалось такое большое Поэтому там висит только вытяжка В принципе, у меня тут поместилась и посудомойка Духовой шкаф, все это понятно Здесь у меня шкафчик, где не очень нужная посуда Которой я пользуюсь вообще крайне редко Такой, знаешь, дальний шкафчик Вот А тут у меня поместилась сушка для посуды Сверху лежат всякие там скатерти, салфетки В общем-то, в принципе, все удобно Здесь у меня бокалы Вот И всякие сыпучие продукты Но их тоже немного Кстати, вот эти ящичьи, шкафчики, баночки Я купила совсем недавно До этого у меня просто все стояло в пакетах Ну, то есть, вот такой я повар Стоило заморочиться, скажи Ты знаешь, да, во-первых, это, ну, конечно, смотрится красивее, чем пакеты Вот, и удобнее Да, стоило Вот А тут у меня чай-кофе и аптечка, которая должна быть в каждом доме Здесь, как это называется, бутылочница, да, правильно, для бутылок Да Но тут у меня не бутылки, тут у меня вот какие-то специи И внизу корм для животных как раз отлично туда встал Вот в эту вот Куда-то, да, он должен помещаться Вот здесь, да Лен, расскажи про столешницу Столешница у меня недорогая Она под цвет бетона Если честно, я даже не помню, из какого она материала сделана Но она, ты знаешь, она хорошо моется В принципе, нигде не расходится, не портится Я даже один раз, если честно, резала на ней ножом, и она не поцарапалась А вот знаешь, вопрос Многие просто покупают столешницу там за 80, за 100 тысяч рублей Почему ты себе такую не поставила? Ну, у меня был ограничен бюджет на кухне Наверное, если бы у меня была возможность, я бы сделала каменную столешницу Все-таки это натуральный материал, красивый, прочный Но у меня такой возможности не было Поэтому я вот выбрала то, что было Будешь менять ее, когда будет бюджет? Я не вижу ничего плохого в том, что столешница недорогая Главное, чтобы она была удобная, функциональная и не портилась Если у меня будет какой-то дополнительный бюджет, я, наверное, не буду менять Потому что, в принципе, тут и так уже все хорошо стоит, хорошо врезано И я не вижу смысла просто сейчас что-то вот менять на что-то более дорогое Даже если бы у меня были на это средства Спасибо, Вальфа Просто как раз, знаешь, мечтаю себе купить цифровое пианино Поэтому я лучше куплю себе цифровое пианино, чем дорогую столешницу А вот с другой стороны ты себе сделала вторую часть кухни, получается, да, буквой П? Да, вторая часть, видишь, у меня здесь просто бесит вытяжка на стене Вот, и что я считаю очень удобно в Икеа Вот тут ящик выдвижной с посудой И вот здесь маленький ящик для вилок и ложек Ну, мне кажется, это очень удобно Когда не режешь маленькими дверцами, вот знаешь, да, как бы панельку Вот тут Да, а еще у тебя прям как в ресторане получается теплая посуда И теплые вилки, ножики, когда ты готовишь, да? Да, да Еще, ты знаешь, я когда делала кухню, я точно знала, что я буду делать белую кухню И к белой кухне я точно хотела купить всю черную технику Видишь, у меня здесь вообще все черное Включая даже микроволновку Ну, она тоже полностью черная Кстати, под микроволновку у меня очень удачно остался кусочек столешницы Иначе, если бы, да, здесь не было кусочка То дверца бы упиралась в этот угол, и она бы не открылась Хочу обратить внимание на дверцу от духовки, которая открывается Несмотря на то, что она в углу, это же важный момент Да, да Потом не могут открыть дверь до конца И в видеограмме я видела такие штуки Да, 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 все прям очень удобно открывается Она вообще ничему никому не мешает Хотела бы сказать, наверное, маленький такой важный советик Я когда делала ремонт на кухне, я точно знала, что я микроволновку поставлю на подоконник Потому что, ну, не хотела рабочую поверхность как-то заставлять Поэтому я сделала в откосе сразу же розетку Поэтому если вы делаете ремонт на кухне, делаете розетку в откосе, она вам точно для чего-нибудь пригодится Ты знаешь, для постоянных зрителей моего канала это прям даже must-have, а не общество Но ты молодец, что тоже до этого дошла Да, 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 да Вот, стол у меня тоже икеевский Он очень удобный, потому что он раскладывается до метра двадцати И если приходят какие-то гости, его можно разложить, поставить туда, вот, где диван И поместится много человек Стулья, это тоже из хофа Ну, я выбирала такие тоже, знаешь, мягенькие велюровые стульчики И тут еще черные ножки, которые сочетаются с моей черной техникой А газ ты не стала прятать, да, просто закрасила трубу Вообще у тебя ремонт бюджетный или как вот ты подходила к тратам? То есть, например, хотелось базу хорошую, чтобы потом не переделать? Или вот какая логика была в ремонте? И когда ты его делала? Я ремонт делала в начале 2020 года У меня был не очень большой бюджет, поэтому я старалась выбирать не совсем прям уж что-то дорогое Но при этом, чтобы смотрелось как-то неплохо и более-менее качественно Вот, поэтому тут не прям какие-то дорогие все вещи Расскажи про трубу Про трубу? Слушай, ну, мы вообще ее не стали прятать Мы ее просто закрасили Она тут так и была, в принципе, как бы, она, мне кажется, не мешается Она вписывается полностью в белую плиту Ну да, она белая, ее не видно Да, да, да Я знаю, что некоторые закрывают, но я не стала этого делать Лен, расскажи нам про перепланировку, потому что она у тебя получилась необычная То есть, что ты двигала, получается, стену, да, туда в сторону гостиной, зала? Ты знаешь, вообще, маленькая такая предыстория моего переезда Я всю жизнь жила в центре Москвы на метро Киевская Потом мы разменяли квартиру в 16-м году И я купила на то, на что мне хватило Это замкадом, новостройка Сделала там ремонт с нуля, из бетонной коробки Прожила там два года И поняла, что мне все-таки привычнее жить в центре Москвы Поэтому я продала через два года квартиру И купила вот здесь вот на Пресне хрущевку, пятиэтажку На то, на что мне как бы хватило Вот, я специально искала такую, знаешь, старую убитую квартиру Чтобы опять же сделать ремонт под свой вкус Вот, поэтому когда я... Узнала точно, да, что не будешь оставлять чей-то ремонт, а будешь делать полностью свой? Да, да, я прям специально хотела, чтобы сделать полностью свой И когда я сюда купила эту квартиру Мы приехали, мы снесли здесь вообще полностью все Вплоть до штукатурки и полов И тут остался такой кирпичный лофт Просто по периметру вот кирпичи И мы по новой строили стены Заливали полы У меня не было никакого дизайн-проекта Вот, я все делала, знаешь, так в голове Ну, так, на глазок, так сказать Вот, тут была спальня Спальню я оставила, ну, как она и была, тоже отдельную Кухня Здесь была, ну, стена, соответственно Тут была стена, вот, от кухни Но я эту стену снесла А вот здесь, вот, где ванна, был коридор Вот на этой стене И я, получается, коридор заложила Вот, и у меня получилась такая кухня-гостиная А вот это вот Здесь был проход в маленькую комнату Которую, вот, я тоже стену снесла А тут, наоборот, поставила, вот, как бы Да, отлично Слушай, и перепланировка интересная Кстати, то, что я бы сейчас переделала по кухне Это переставила холодильник Вот туда вот К окну Где сейчас вытяжка, да Потому что у меня телевизор висит на стене И когда ты сидишь за столом То не совсем вид на телевизор И мне приходится вот так вот выглядывать Чтобы посмотреть Как раз мешает холодильник Вот, поэтому сейчас бы я его, да, переставила А вот смотри, если, например, взять его И поставить маленький вместо него какой-нибудь Ведь тебе нужен вообще такой большой холодильник? Ты знаешь, у меня там много, во-первых, заморозки лежит Поэтому, да Ну, я не знаю, все равно даже маленький Потому что мешает именно вот этот угол Не высота холодильника, не то, что он высокий А вот этот вот угол А все равно маленький, ну, то есть 60 сантиметров будет холодильник Поэтому, мне кажется, маленький, да, не поможет это Хорошо, пойдем посмотрим тогда, что получилось в ванной комнате Потому что тоже это номер 2 проблема в хрущевке Супер маленький санузел А тут роскошный, да, получился, большой Да, он у меня получился большой Сейчас он где-то 6 квадратов, наверное Я просто хотела большой санузел Для меня это важно Я люблю полежать в ванной И не люблю вот ударяться обо всем в санузле локтями Поэтому я... Вот здесь вот был коридор Коридор я заложила, естественно И вот у меня за счет этого увеличился санузел У меня здесь поместилась стиральная машина И мне не пришлось ее ставить, например, на кухню в кухонный гарнитур Вот, то есть прям очень удобно Ванна такая большая И кажется, что такое большое пространство еще за счет того Ну, как мне кажется, что плитка белая И поэтому вот, да, так все это расширяется, скажем так Плитка, кстати, у меня вот эта вот не очень дорогая Она российского производства из Леруа Мерлен В принципе, я... Я, кстати, ее встречала, и она действительно смотрится достойно Что еще нужно? Да-да И ты знаешь, да, я просто решила чуть-чуть выделить волнистой плиткой Вот этот вот короб В принципе, все Вот больше я ничего не выделяла Тут у меня сделаны скрытые люки для канализации, для коммуникации Вот здесь вот И такой же люк под ванной Поэтому есть, в принципе, ну, доступ к коммуникации А вот ванная чем закрыта? Сам подход к ванной, туда вот это пространство под ней Это экран? А тут мы ставили это блоки И потом на эти блоки плитку стелили Очень аккуратно выглядит Прям плиточник твой или кто это сделал, тот молодец У меня были очень толковые мастера, да Он мне делал, собственно, вообще всю квартиру Весь ремонт, да Поэтому вот На полу это испанская плитка Вот на ней я не особо экономила Мне просто понравился вот этот вот синий рисуночек Поэтому вот такую я купила И у меня сделан теплый пол ванной Когда, знаешь, это очень удобно Когда, например, в квартире еще не совсем включили отопление Прохладно Я включаю теплые полы И ванная это самое теплое место У меня тут животные спят только на этой плитке А вот, знаешь, я всегда еще людей спрашиваю о том, где хранятся швабры, сушатся вещи И вот у тебя все так приятно в ванной, прилично Я имею в виду, нет никакого угла, где швабра стоит А где все это прячется? Ты знаешь, у меня, во-первых, вот этот вот шкафчик Тут, в принципе, все помещается Там много полок Вот И вот эта тумба под раковину Она тоже очень вместительная Там много всего Ведерко у меня стоит обычно просто спрятано за вот этой вот мойкой А насчет сушки как? Сушка... Я не стала брать машинку с сушкой Потому что она стоила, ну, прилично А у меня был ограниченный бюджет Поэтому у меня сушка, ну, обычно стандартная Вот такая вот железная Она стоит там за дверью в комнате Тоже, в принципе, не мешается, не бросается в глаза Нужно посушить Я ее раскладываю, потом собираю Кстати, вот про полотенцесушитель Я оставила водяной полотенцесушитель Я уже, если честно, не помню, почему Вот И две недели назад он у меня потек Там стоит жгутик Поэтому я сейчас всем советую делать электрический полотенцесушитель Дверь в ванной У меня 80 сантиметров проем Ну, обычно... Шире, чем обычно, да? Да, обычно делаю 60 Но я решила, что я сделаю одинаково в ванную и комнату Чтоб смотрелось гармонично И мне кажется, чем шире проем, тем кажется еще больше пространства Поэтому вот 80 сантиметров у меня получилась такая дверь Отличное решение Давай обсудим диван Диван из Хофа Я выбирала диван, чтобы он был в ширину не больше 2,20 Потому что если бы он был длиннее, то тут был бы совсем маленький проход на кухню И я бы об него все время ударялась Поэтому вот такой диван Он, кстати, с местом для хранения Там есть место для хранения ящик Там лежит много всякой ерунды И плюс ко всему он еще у меня раскладывается Поэтому это прям полноценное двуспальнее место Очень удобно, если гости приезжают Их туда положил И все размещаются Отлично А что на полу? Вот я вижу, что ты положила ковер И как диван живет с животными? Два животных, волос должно быть много Волос много, да Ну, чищу я, честно, часто Но то, что вот мне в этом диване нравится У него такая обивка У меня есть кот И он может его драть Но диван при этом не портится Я не знаю, что это Ну, это велюр вообще-то Ну, вот он такого качества, что он не портится Хотя кот может А на полу это просто... Короче, диваном ты довольна? Да, я очень довольна Я прям советую На полу это просто ковер Потому что, ну, я вообще люблю ковры Это уютнее И ногам не холодно на ковре В отличие от ламината, да И так уютнее сидеть Плюс животные тут постоянно бегают Им есть за что зацепиться лапами Поэтому вот такая вот у меня штука лежит Стену эту мы, получается, строили, ну, с нуля Я знала, что я хочу телевизор Диагональю 55 сантиметров А это в ширину 122 сантиметра Поэтому мы стену специально делали под телевизор Она 135 сантиметров Ну, чтобы осталось чуть-чуть там зазоров Вот Так, а как ты без плана все это сделала? То есть начерчено у тебя не было? У меня не было начерчено Мы, знаешь, как делали? Мы прямо на бетоне рисовали вот, ну, карандашом там Отмеряли сантиметром А тут мы просто, знаешь, я попросила строителя Я говорю, мне нужна стена под телевизор И он просто, ну, на примере наставил блоков Кирпичи разложил, да? Да, да, и мы за счет этих кирпичей поняли, какая стена И чтобы открывалась дверь в ванной Чтобы тоже она не мешала открытию вот в ванной Ну, правда, тебе с ними повезло Потому что, да, реально подумали и про двери и про все остальное Да, 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 они, кстати, мне делают вторую квартиру Они делали из Амкады мне квартиру и здесь, поэтому я, в принципе, довольна Многие меня спрашивают, поделитесь контактами Давай мы оставим твои контакты Ты не дизайнер, ты просто человек Вот если ты поделишься, потому что ремонт всегда сопряжен с разными косяками И даже если ребята супер молодцы, вот я их не знаю, ты их знаешь Поэтому, если кто-то хочет узнать, пусть обращаются к тебе Давай? Да, хорошо, давай Лен, еще вопрос Два животных в квартире Соответственно, где-то, ладно, еду мы нашли Где хранится? Где-то должен быть туалет, лежанки Не знаю, какие-нибудь, может, еще хитрости у тебя по содержанию этих прекрасных питомцев Да, ну, корм у меня хранится на кухне, как мы видели У кота есть отдельная комната Вот здесь вот на подоконнике у него лежанка И он вот здесь живет Вот у него там свой цветок, своя корзина Ему там шикарно, его там никто не может достать В общем, он там все время ночует И вообще, когда мы ему с собакой надоедаем, он уходит туда Вот, а для собаки у меня, в принципе, есть лежанка в коридоре Но он там спит, только когда у меня нет дома Все остальное время он бегает за мной или сидит рядышком А туалет? Он ходит на улицу, я с ним гуляю Я такой, знаешь, два раза в день, ну, стараюсь с ним погулять А кошачий? Кошачий туалет у меня в ванной Я просто лоток подбирала под цвет плитки Поэтому у меня, видишь, голубая плитка И вот здесь вот, ну, видно, наверное, там голубой лоток Знаешь, тоже про прихожую? Ну, конечно, места хранения номер один И второе, она у тебя очень светлая В хрущевках это редкость Это, мне это нравится Да, спасибо В прихожей у меня, получается, стоит комодик для всяких мелких вещей Типа шарфов, шапок, перчаток, там, маленьких сумок Чтобы они не болтались по стенам Еще, мне кажется, очень удобно, когда на комоде есть вот такие вот крючочки прикрепленные Сюда можно повесить рулетку для собаки, зонтик, маленькую сумочку Тоже, знаешь, пришел, кинул и пошел Да, здесь особо не было места, чтобы разместить зеркало Поэтому у меня вот дверь с большим зеркалом Места хранения у меня все хранится вот в этой вот кладовке-гардеробной Конечно же, интересно заглянуть, что за шторкой Меня, кстати, в комментариях тут взялись ругать, что вот, переставай там заглядывать А как не заглядывать, если тут хранится самый сок жизненный Потому что никуда ты от вещей не изденешься А как с этим справиться бытом? Интересно Она получается метр на метр по размеру Тут сделана подсветочка, там полка, там куча лежит всякого вот как раз барахла Спереди у меня сделана штанга для верхней одежды Знаешь, там всякие куртки, плащи Стоит дополнительная обувница, потому что обуви, ну, у девочек много И получается, что за штангой остается еще 40 сантиметров туда, к стене И там у меня стоят какие-то высокие вещи Например, коробка с елкой, которая 2 метра, стремянка, какое-то старое зеркало Очень хитрое решение, между прочим И получается, что их не видно Да, да, получается, что их не видно, но там очень много места, чтобы положить какие-то большие коробки Отлично Так, а давай еще поговорим, как закреплена штора А, штора закреплена, там просто висит вот такая вот тоже, опять же, штанга для одежды И на ней висит штора Вообще, изначально я планировала тут сделать распашные двери Чтобы было все прикрыто Но временно я повесила штору, и мне кажется, что она так сюда вписалась, что я решила ее оставить Мы с тобой ни разу не поговорили про стены, про то, чем они покрашены, сделаны Стены у меня сделаны под покраску, покрашены моющейся краской Которую, если она испачкается, стена можно легко протереть, помыть Вот, для этого мы их идеально выравнивали, стены И покрашены они у меня краской Ты знаешь, я хотела сделать белой краской для того, чтобы маленькая квартира казалась больше Но белая краска, ну, прям совсем белая, мне кажется, что она какую-то холодность придает помещению Поэтому у меня такое, знаешь, теплое топленое молочко То есть она какое-то создает все-таки теплоту Вот эта вот стена покрашена синим Вообще, изначально я ее покрасила оливковым цветом Не знаю зачем, но потом я в один вечер решила, что нужно перекрасить в синий Потому что у меня здесь синяя плитка и очень хорошо сочетается с синий-синий плиткой Есть такое В ванной у меня, видишь, сделан такой ровный стык плитки и ламината Без всяких порожков, без всяких соединительных, я не помню, как они называются, рейлинги, да, там, в общем Мне рабочие постелили сначала плитку, а потом они приклеили вот эту вот первую ламинатинку Для того, чтобы получился идеально ровный стык И уже от нее дальше шли класть оставшееся полотно ламината по квартире Поэтому получилось так вот идеально ровно Это очень удобно, никогда не спотыкаешься, не бьешься пальцами Там не собирается грязь под этим вот стыком Ну, то есть, прям вообще очень классно Мне знаешь, что нравится, Лен? Что из коридора вот эта комната просматривается как такой кабинет, кресло уютное для чтения То есть спальня со входа не видна Да, да Так и хотела-то, да, сделать? В этом и весь коленкор Да, ну, в принципе, да, это смотрится красиво, что вот тут, кстати, вот кот Да, как декор Да-да-да Смотрится, да, как-то уютно Я когда искала квартиру, хотела угловую, потому что в спальне получилось два окна И тут очень светло Это классно Я, да, люблю свет Да, я люблю свет И квартира выходит на юго-восток, поэтому здесь днем прям солнышко постоянно падает Вот это было одним из моих желаний при выборе квартиры Кровать у меня с подъемным механизмом Это тоже очень удобно, там лежат всякие подушки, одеяло, постельное белье Поэтому я всем советую делать кровать с подъемным механизмом В ширину она метр шестьдесят Ну, в принципе, мне хватает нормально О, это для одного вообще просто идеально Не то, что хватает, а звездочкой можно распластаться Наслаждаться Да-да-да Получается, что у тебя одна комната, такая небольшая гостиная, это для гостей, да? А здесь просто она тоже выглядит как гостиная во многом Ну, вот у меня такое впечатление, по крайней мере И за кресло, и из-за книжек, и из-за шкафа Если бы, например, я к тебе зашла и увидела там кресло и книги Я бы подумала, что вот мне туда, ну, со входа Я просто очень люблю читать, поэтому мне нужен был уголок с книгами и с местом, где почитать Но в гостиной его уже некуда было разместить, но ты видишь, что она у меня маленькая Поэтому я определила этому читальному уголку место в спальне Он прям сюда как раз идеально вписался У меня тут стеллаж со всеми моими книжками, кресло И я прям прихожу, сажусь на это кресло, выбираю книгу из моего стеллажа И вот тут читаю, у меня тут, видишь, получается и торшер стоит И вот эта вот очень удобная лампа с ярким светом, чтобы было видно, ну, что я читаю Чтобы она прям подсвечивала книгу Классно А что за чудесное кресло? Оно тоже такое мягкое зовет Кресло у меня из магазина Волли Толли Кстати, это тоже кресло, которое кот не может подрать То есть он дерет, но оно не портится Вот креслом я очень довольна Оно мягкое Такое, знаешь, удобно Я прям на него сажусь Ноги вытягиваю на вот этот пуфик И кайфую Прекрасно А вот я вижу позади тебя зеркало Это какая-то дверь? Или это просто зеркало, которое катается? За этой чудесной зеркальной дверью у меня спрятана гардеробная Она вот так вот отодвигается И там вот, да, у меня вещи Это очень удобно, потому что, во-первых, оно создает Все-таки увеличивает пространство За счет того, что, ну, оно Эта дверь у меня 80 сантиметров тоже в ширину Она очень тяжелая Около 35 килограмм, наверное, весит И когда мы делали вот эти вот рельсы для двери То когда их строители сделали Они на них висели сами Чтобы понять, что рельсы точно выдержат эту дверь Вот А как технически это произошло? То есть это установщики дверей сказали, что нужно ее поставить на рейлинг? Или как? Нет, я просто хотела сдвижную дверь И хотела зеркало И вот я совместила в одном двери зеркало, получается Это фирма Юка с серией платином с зеркалом Получается, вот передний фасад, он вот такой вот с зеркалом Сзади выбираешь цвет заднего фасада У меня он там белый, ну, в как бы цвет стен И покупаешь отдельно рельсы, ролики, на которые крепится дверь Сначала вешаются рельсы, к двери приделываются ролики, соответственно, на которых она будет ездить И все, и они вот сюда вот вставляются в эту дверь И потом все это закрывается добором Добор я пыталась подобрать в цвет дверей Который у меня из другой фирмы Вот, он получился чуть-чуть темнее, но этого, в принципе, как бы, наверное, не особо бросается в глаза Да, 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 да Вот, поэтому вот такая вот дверь И за дверью у меня гардеробная Туда помещается очень много всего Там две штанги с одеждой и полочки с ящичками Пока что, пока мы ходим с тобой, у меня от этой квартиры ощущение, что вот она прям идеально тебе подходит И 42 квадрата для одного, в случае с хрущевкой, вот прям перфект Больше ничего не нужно Все есть Большой санузел, хранение, кухня-гостиная и своя отдельная спальня Просто супер Да, да, спасибо Давай поговорим еще про спальное место Вот, Лен, просто девичий дизайн Мне нравятся цветы, свечечки, люстры бра с алмазиками Ну, нет, реально прям очень девичий дизайн Я считаю, что дизайн должен все-таки, квартира должен все-таки отражать, ну, какое-то увлечение человека, внутреннее состояние человека Поэтому я делала дизайн своей квартиры девичьей, потому что тут собрано все то, что мне нравится в этой квартире Ну, то есть, например, я вот люблю балет, поэтому у меня вот такие вот люстры из хрусталиков, как в балетном зале в Большом театре Всякие различные, знаешь, тут книги по искусству, потому что я это люблю, большие цветы Ну, то есть, дизайн все-таки должен отражать именно твое внутреннее какое-то состояние, а не то, что модно, стильно или там, как у всех Когда декор отражает тебя, это не просто для красоты, да, ты поставила, потому что какой-то стиль хотела подчеркнуть А то, что любишь, правильно понимаю? Да, Оль, ты права, ну, все так и есть, декор отражает меня Давай еще поговорим про текстиль на кровати Текстиль я, если честно, не помню, где я покупала, я его покупала уже давно Но я подбираю, ты знаешь, не по каким-то там производителям известным Я подбираю просто, чтобы он был приятный по качеству, ну, на ощупь, чтобы было комфортно спать И по цветам такой неяркий, такие пастельные оттенки, розовые, сиреневые, голубые Чтобы просто сочетались с интерьером квартиры и сильно не выделялись из общего дизайна, так скажем А вот еще давай поговорим, пойдем посмотрим подоконники, окна и радиаторы под ними Потому что у тебя шторы, у тебя целых два окна здесь И все так аккуратненько припрятано, ничего не видно Но обычно в хрущевках же это беда и это тяжело Да, у меня в комнате два окна Я специально подбирала такую угловую квартиру, чтобы было больше света в спальне Я люблю, чтобы был свет Тут очень широкие подоконники, ну, наверное, как во всех хрущевках Такие широкие окна мы поменяли, потому что здесь были старые окна Тюли шторы я покупала на Вайлдберрисе, но вот шторы я подбирала по цвету Чтобы они сочетались с цветом дверей и кровать Видишь, у меня тут все такое кофейное, кофе с молоком Поэтому все это сочетается и специально подобрано в таком стиле А что это на подоконнике за гаджет? На подоконнике у меня это очиститель воздуха Dyson Потому что у меня окна выходят на улицу, и поэтому пыль собирается А на этом подоконнике у меня стоит увлажнитель Borg Тоже им пользуюсь, особенно зимой, когда воздух в квартире сухой Он очень выручает Ну, потому что когда ты живешь в центре, и снаружи у тебя активная улица Не пешеходный переулочек какой-нибудь, а машины, и вот это все Это, конечно, нужно Батареи я просто покрасила в белый цвет трубы И, в принципе, не стала их убирать под какие-то там, знаешь, убирают под гипсокартон Потом закрашивают в цвет стен Я, если честно, просто не вижу смысла тратить на это деньги Они мне не мешают, они никак не портят вид, они под цвет стен В принципе, ничего такого тут нет Вот, а на самих батареях, на трубах мы вырезали вот такие вот краники Для того, чтобы можно было перекрыть батарею Поскольку здесь их в этой комнате две, и зимой очень жарко Поэтому я всегда перекрываю одну батарею, и с одной батареей зимой-зиму, скажем так Кстати, маленький лайфхак про прикроватные коврики Вот этот ковер переехал со мной с прошлой квартиры И он в длину 3 метра Ну, девать его здесь особо было некуда Поэтому я придумала такие прикроватные коврики из ковра Мы подняли, приподняли кровать Под кровать просунули этот ковер И получилось с каждой стороны, он в ширину по 80 сантиметров Это идеальные прикроватные коврики Так, а про балкончик нам что-нибудь расскажешь? На балконе я сделала такую дверь полностью стеклянную Для того, чтобы было еще больше света В комнате У меня тут, кстати, висят гирлянды круглый год Поэтому это очень уютно, я считаю На балконе сделана такая зона, знаешь, чтобы попить чай, кофе вечером Посмотреть какие-нибудь фильмы И посидеть отдохнуть Балкон я вообще в какой-то момент проснулась И решила, что покрашу его в белый цвет кирпичики Поэтому я быстро за один день все перекрасила И все это теперь сочетается Вот, тут у меня стоят барные стулья Это очень удобно, на них можно сесть И очень хорошо видно, что происходит на улице Такой столик И под столиком, кстати говоря, еще у меня место, где можно хранить какие-то вещи Тут у меня корзиночки, елочные игрушки Ну, то есть тоже так вместительно Поскольку квартира маленькая И мест для хранения не очень много Так, а вот с той стороны это отпариватель? Это у меня отпариватель Филипс Ну, я им, если честно, не пользуюсь Потому что он очень большой И мне лень его постоянно доставать, выдвигать Я его хочу продать и купить маленький ручной отпариватель Лен, спасибо огромное за рассказ За такой, знаешь, уютный подход домашний За то, что впустило нас вообще огромной толпой Посмотреть к себе домой Обычно мы в конце видео даем какой-нибудь совет зрителям о жизни или о ремонте Вот, если ты с нами еще поделишься, мы будем благодарны И поставим лайк Знаешь, мой совет, наверное, такой Что не бойтесь делать ремонт Делайте свой уютный уголок По вашему вкусу, стилю Не слушайте тех, кто говорят вам, что это некрасиво Делайте так, как хочется именно вам Для того, чтобы вы хотели возвращаться каждый вечер в свой уютный уголок И даже если на улице будут дождливые дни Вы с удовольствием проводили время в своей любимой квартире Спасибо большое Друзья, напоминаю, все полезные ссылки внизу Переходите, смотрите Также подписывайтесь на канал Делитесь этим видео с тем, у кого хрущевка Возможно, вы их вдохновите на какие-то переделки Или они найдут классные советы в наших видео Ну и, конечно же, увидимся в новых выпусках, как живут другие До скорых встреч Пока-пока Пока Я все как для себя, все расстанута, как я хочу Комната была 10 метров А в итоге стало 15 Потому что у меня тут было все рассчитано Тетельку-стетельку Потому что тут прям иллюминация из огней Я прям с кровати, не вставаясь, а дружки прям наблюдала Кино настоящее Субтитры сделал DimaTorzok